Ежегодно в мае Пушкинское отделение мото-клуба «Ночные волки» открывает мотосезон в округе традиционным мотопробегом. Место сбора – площадка рядом с гипермаркетом «Глобус». Здесь не только мотоциклисты из Пушкинского, но и есть из других муниципалитетов. Например, это Дмитров, Сергеев Посад, Мытища, Химки. Кроме того, есть даже и из Рязанской области. Участие в мотопробеге приняли порядка ста мотоциклистов. Маршрут проходил по Ярославскому шоссе, далее по Бетонке, на Красноармейское шоссе. Затем колонна проехала по Пушкино. Завершился мотопробег в парке. В этом году мотопробег еще и приурочен к юбилейной дате. На днях Пушкинскому отделению ночных волков исполнилось 20 лет. Все эти годы они проводят открытия и закрытия мотосезона, активно занимаются общественной деятельностью, участвуют в жизни округа, присоединяются к патриотическим акциям, проводят выставки мототехники и победные мотопробеги. А также работают с подрастающим поколением, принимают участие в организации квалификационного зачета «Тропа разведчика» вместе с военно-патриотическим клубом «Патриот ВДВ». Кроме того, ежегодно проводят соревнования по мотоджимхане. Сейчас пушкинские ночные волки занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Ну а сегодня, в дни проведения специальной военной операции, нельзя не отметить огромный вклад и заслугу мотоклуба «Ночные волки», за что вам еще раз хочется выразить огромные слова благодарности за ту работу, которую вы проводите, за ту гуманитарную помощь, которую вы еженедельно отводите в поля сражений. Особыми гостями праздника стали бойцы из интернациональной бригады «Пятнашка», которая сейчас участвует в специальной военной операции. Оба мужчины восстанавливаются после тяжелых ранений, но тем не менее они приехали, чтобы поздравить своих братьев. От нас, от Пскова, от взвода «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка», НВ Пушкина, с 20-летием вас. И оказана такая честь, да, сейчас, конечно, тоже волнуюсь, это наш флаг, флаг нашего взвода, отдельный мотоциклетный взвод «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка». Я торжественно передаю президенту отделения пушкинского мотоклуба «Ночные волки» с самураевым, с гордостью, с нежностью и с абсолютной уверенностью в нашей победе. Победа за нами! Поздравил по видеосвязи своих братьев с юбилеями командир бригады «Пятнашка». Он отметил, что помощь и поддержка пушкинского отделения неоценима. Пожелать вам процветания, пожелать вам мирного неба над головой и поблагодарить вас, вас и весь городской пушкин за то участие, которое вы принимаете, которое неформальное, которое обладает обратной связью. Мне очень приятно вести такие диалоги, когда мы можем обсуждать, посовершенствовать какие-то вещи, которые вы нам привозите. После все собравшиеся почтили память Альберта Китаичева и его позывной МЕС. Он героически погиб, исполняя свой долг в ходе специальной военной операции. Вспоминали и героев Великой Отечественной войны. В память о них пушкинские ночные волки посадили 29 яблонь. Возле каждого дерева установили памятную табличку. На ней кратко рассказана биография героя Советского Союза. Это все те, кто ушел на фронт из нашего округа. Здесь же есть дерево имени Клавдия Константиновича Смирнова. Это разведчик-мотоциклист, близкий нам по духу. С теми ребятами, которые сейчас в Донецке, на Донбассе. Он погиб в Донецкой области и похоронен на Аброзьевке. Я думаю, скоро мы найдем это место. Обязательно к нему приедем поклониться. К нашему земляку. А здесь в память о нем будет расти красивые цветущие яблоня. Спасибо. Поздравить пушкинских ночных волков приехал и хор русской песни «Горлица» из Химок. В его составе Александр Позывной Черепаха из пушкинского отделения мотоклуба. Народный коллектив тоже принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Мы плетем маскировочные сети. Покупаем с вами материалы, дома плетем и отправляем ребятам. И будем продолжать это делать, пока это будет необходимо. Спасибо. По традиции продолжилось празднование в клубном доме мотоклуба. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.